Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале с готовыми схемами заработка 100секретов.рф и сегодня у нас с вами очередной интересный видеообзор. Сегодня мы в деталях разберем простую схему заработка, которая позволяет выйти на доход от 500 рублей в день. При этом не требуются начальные вложения и не нужно иметь багаж каких-либо серьезных знаний, например, овладевать какой-либо удаленной профессией. Это очень важно для новичков, для тех, кто делает первые шаги и для тех, кто хочет начать зарабатывать максимально быстро. Итак, этот заработок в нише контента в нише контента и мы поговорим, как это работает в деталях. Небольшое отступление ниши это существует не первый десяток лет и первоначально в этой нише было несколько игроков. Тех, кто покупает статьи, это владельцы сайтов. Например, есть сайт строительной тематики, который продвигает определенные услуги в сети интернет. Владелец заинтересован, чтобы на сайте было как можно больше статей. Например, он покупает статью «Заливка фундамента». Далее он покупает статью «Выбор участка». Далее он покупает статью «Внутренняя отделка». И таким образом вся целевая аудитория, которая ищет ту или иную информацию через поисковые системы Яндекс, Google начинает находить его сайт. В среднем одна статья может приносить от нескольких посетителей в день до десятков и даже сотен переходов. Но это в лучшем случае. Таким образом, чтобы продвинуть свой сайт, владельцу нужно не только покупать внешние ссылки, ему нужно иметь уникальные интересные статьи. Поэтому владельцы сайтов иногда делают огромное дерево статей. Сотни, тысячи и даже десятки тысяч. Для того, чтобы создать действительно хорошую посещаемость. Поэтому рынок контента он всегда был, есть и будет. Второй игрок на этом рынке – это копирайтеры. Это люди, которые обладают не просто знанием, как писать текст, которые в определенном образом имеют дар написать интересный, вовлекающий внимание текст. И, к сожалению, таким даром обладают не все. Например, если вы захотите завтра написать статью на уровне журналиста, возможно, вас ждет фиаско. Некоторое время назад на этом рынке появился еще один игрок. Это те люди, которые стали искать контент потерянный, невостребован и продавать его на биржах контента. К слову, я скажу, что продать статью на биржах контента по такой тематике, как медицина, строительная тематика, может быть, диеты, похудение, можно по очень хорошей цене. Например, тысяча знаков может стоить 100, 200, даже 500 рублей, в зависимости от качества. Поэтому статьи стоят хороших денег. Проблема в том, что копирайтер не может написать больше определенного количества знаков, так как в сутках всего 2-4 часа. В то же время тот, кто ищет контент, он может быть более продуктивен, потому что он его не производит. Где вот эти люди, хитрые вебмастера, первоначально искали контент? Сейчас мы попробуем разобраться. Ну вот Яндекс нам показывает биржи контента. Как это ни странно, контент можно искать на биржах. То есть есть такая тема. Люди покупают контент на одной бирже дешевле, выставляют на другой, перепродают арбитраж контента. Здесь вполне легальный вид заработка. То есть вы купили дешево, один и тот же товар продали, его дорого. Здесь есть определенные риски, так как вы можете купить контент, но продавать его годами. Второй вариант – это получение популярного зарубежного контента и перевод его с помощью переводчиков. Да, современные переводчики дают качественный перевод, осмысленный перевод. И можно взять статью зарубежного сайта, выполнить перевод и получить уникальную статью на другом языке. Эта ниша до сих пор работает и эта ниша постепенно заполняется. Третий вариант – это такие сайты, как TimeMachine.org. То есть это сайты, которые хранят копии. Там вы можете найти копию Яндекса десятилетней давности, копии каких-то сайтов, уже не существующих в сети. Так вот, фишка в том, что эти сайты спустя несколько лет после существования выпадают из индекса поисковых систем. То есть статьи, которые на них были размещены, становятся уникальны. Но в архивах эти статьи все еще доступны. Надо отдать должное. Этот способ, появившись пару лет назад, привлек такое внимание, что вебмастера, можно сказать, выкачали все самые востребованные тематики, самые дорогие разделы контента были выкачаны. И сейчас вы не сможете найти статью, которая была бы абсолютно уникальна. То есть, скорее всего, в 90% случаев все сохраненные архивы уже кем-то выложены, выставлены и перепроданы. Ну, вот такая ситуация. Но ниша не стоит на месте, ниша развивается, и люди продолжают искать контент. Сегодня я расскажу, где можно найти контент, если вы не обладаете навыками копирайтинга, но можно получать еще ненайденный контент, оцифровывать его и продавать. Эта ниша или под-ниша открылась в связи с развитием технологии, технологии распознавания речи и транскрибации. Пару лет назад это было что-то из области фантастики. То есть программы могли распознавать лишь какую-то долю текста, делали много ошибок. Сейчас программа может распознать текст, исправить ошибки, отредактировать, предложить варианты исправления, и, в общем-то, получить очень хороший текст. Так вот, поехали к просмотру одного из способов. Например, мы берем YouTube, набираем тематику строительства, и видим, тематика нам открывает строительство дома, детальное строительство. Часть этих видео имеют аудиозапись в формате стори-теллинг, то есть где человек детально шаг за шагом что-то рассказывает и описывает. Например, вот здесь, скорее всего, это стори-теллинг. Видео скачивается. Как скачивать видео, я не буду объяснять. Информация есть в нашем канале. То есть здесь ничего сложного. Скачивается видео, и используется одна из программ или сервисов транскрибации. Сейчас я вам покажу то, что я нашел в сети. Это LossPlay, плеер для расшифровщиков. Плеер, который распознает и расшифровывает текст. Еще не тестировал, но вот я посмотрел онлайн-сервисы, не всем не понравились. В большинстве случаев можно запустить видео на одном компьютере, и одновременно в программе голосового ввода, типа блокнота, можно тут же транскрибировать. Но здесь, как пишет автор, плеер делает все сам. То есть загрузили сюда видео, и здесь можно напрямую расшифровывать текст. В общем-то, все это работает. Вот он, плеер. Далее, после того, как текст переведен с аудио-носителя в обычный текстовый вариант, переходим к антиплагиату. Это Advega, биржа, контента, где можно, кстати, и продать текст. Заходим на биржу, вводим текст, и нажимаем «Проверить на антиплагиат». Здесь выбираем язык русский, по умолчанию нажимаем «Проверить». К слову, я могу сказать, что уникальность этого метода в том, что можно брать не только русскоязычные статьи, которые стоят 50-100 рублей за 1000 знаков, можно брать уникальные англоязычные статьи, которые стоят на порядок дороже на биржах зарубежного копирайтинга. И здесь уже речь будет не о 500 рублей в день, а о сумме, может быть, в 5-6 раз больше. Итак, после того, как текст проверен, уникальность за 90%, его нужно опубликовать на вот этих биржах. Оптимально публиковать один текстовый фрагмент на одной бирже, чтобы не было пересечений, иначе может получиться, что у вас купят, например, одну статью, при этом на двух биржах. Вторая биржа заблокирует аккаунт за нарушение правил. Вот так вот. То есть, в целом, все достаточно просто. Получаем уникальные тексты, публикуем их на биржах, и канал для получения уникального контента открылся недавно. То есть, это возможность транскрибации аудио-дорожек видеороликов. Канал не раскрыт, не раскрыл свой потенциал, поэтому тут можно искать видео в отличных нишах, в дорогих нишах, транскрибировать их. И кто первый успел опубликовать такой контент, тот заработал деньги. Важно помнить о том, что некоторые видео защищены авторскими правами, и не весь текст можно публиковать. И здесь уже решение ложится на усмотрение того, кто это делает. Но в любом случае, это возможность заработать определенные деньги. Что ж, об этой возможности вы сегодня узнали. Ссылку на плеер для транскрибации видео и ссылку на сервис антиплагиата я выкладываю под этим видеороликом. Метод простой и не требует начальных вложений. Но есть один юанц, об нем я хочу вам сегодня рассказать. В завершении, для того, чтобы верифицировать свой аккаунт на биржах контента, в ряде бирж требуется пройти проверку. Эта проверка включает в себя выполнение ряда платных заданий. Например, вы зашли на биржу контента и выполняете недорогие задания, например, за 20 рублей, за 1000 знаков или даже дешевле, пишете 10 статей. Не все могут пройти такую проверку, но она необходима для того, чтобы получить доступ к магазину контента. В чем суть этой проверки? Суть в том, что бирже не нужны копирайтеры, которые делают низкопробные тексты. Если вы выполнили, например, несколько заданий и заказчики довольны вашими текстами, биржа не будет дальше проверять, что вы там публикуете в магазине. Она уже доверяет вам открыть доступ и вы можете публиковать статьи на свой страх и риск, лишь бы на них был спрос. То есть, если вы публикуете статьи в нишах, где заведомо нет спроса, вы сами останетесь без денег. Но в таких нишах, как строительство, медицина, здоровье, питание, кулинария, путешествия, в этих нишах спрос есть всегда и ценник вполне хороший. Так вот, если вы берете и транскрибируете видео из этих ниш, то у вас будут однозначно продажи. И здесь есть эффект накопления. То есть, одна опубликованная статья, она может не дать должного эффекта, но когда вы опубликуете, например, десяток статей в день и будете делать это каждый день, у вас пойдут регулярные продажи и даже в то время, когда вы не будете работать. То есть, для того, чтобы продажи шли регулярно, нужно, чтобы магазин был наполнен хотя бы ста статьями. Понятно, что это работа не одного дня. Нужно поработать две недели, чтобы выйти на регулярные продажи и на такой доход. Но игра, возможно, стоит свечи. И в дальнейшем это шаг освоить нишу зарубежного копирайтинга, не будучи копирайтером, не зная иностранного языка на разговорном уровне и, в общем-то, возможность выйти на более стабильный и хороший доход. Если вам понравилась эта схема, ставьте лайк, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить ни одно новое видео на нашем канале с готовыми схемами заработка. И желаю вам, друзья, хорошего дохода и изучения новых и интересных материалов, которые вы найдете на нашем канале. А ссылочку на сервисы и видеоплеер вы найдете под этим видео. Спасибо за внимание.